Альберт Холмский. Здравствуйте, Вячеслав. Прошу вас внимательно зачитать мое обращение из пяти донатов подряд и подискусировать. Со мной я хорошо знаком с вашей теорией народовластия. Вчера вы ответили, что кибердиктатура – это смертельный приговор. Но согласитесь с тем, что человек не должен иметь право управлять другими людьми. Не один человек, да. А человечество или, так скажем, народ обязан просто. Не просто имеет право, он обязан. Так что совершенно равный над равным власти не имеет. Понимаете, это главный принцип, который всегда нарушается. Это принцип римского частного права. И этот принцип всегда нарушается. Но когда идет речь о народе, равные и с равным имеют дело, да, только он один, а их до хера. Здесь как бы он один стоит столько же, сколько каждый из этого народа. Поэтому абсолютно равноценен. Пусть это чистая математика, но на сегодняшний день это лучшая форма правления. Альфер Холмский. Они должны принимать за глупый народ, а решение глупой отдельной личности. Вот ты мне скажи. Глупый народ, да, он принимает глупое решение. И потом он сам отменяет эти глупые решения и принимает уже более умное решение. Он сам ответственен. А когда глупые, блядь, люди принимают за него, а он должен эту лямку тянуть, о чем ты вообще говоришь? Ты сам себе противоречишь. Альберт Холмский. Вы анархист и противный государства. Я вас понимаю, но ваша киберанархия приведет нас к еще больше катастрофе, нежели единое тоталитарное руководство на территории Земли. И в лице искусственного интеллекта, как более развитого существа, рожденного в результате научного прогресса, вы говорите абсолютную глупость. То есть, помните еще, что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект не может управлять. Будет управлять искусственное сознание. И вот какая цель искусственного сознания? Искусственное сознание – цель саморазвития. А цель государства, которым будет управлять искусственное сознание – подавление. Значит, что мы получаем? Подавление, саморазвитие, то есть, развитие подавления. Людовик XIV сказал, государство – это я. И промахнулся. Он не был государством, потому что государство – это огромное такое, да, обло и стоземное, и прочее, и прочее. То есть, оно является самостоятельной информацией, это государство. Но вот искусственный интеллект, который тоже является информацией, или искусственное сознание, он может стать с ним единым целым. Как государство подавляет людей? При помощи информации оно подавляет людей. Оно же, это государство не может взять дубинку и ударить. Оно может приказать полицейскому взять дубинку и ударить. И если этим будет заниматься искусственный интеллект, то людей не останется просто. Это же элементарно совершенно. То есть, государство – квазимыслящее существо. А искусственный интеллект или искусственное сознание, если хотите, – это мыслящее существо. Когда они объединяются, они получают, мы вообще ничего не сможем противопоставить. Они всегда будут на шаг впереди нас. О чем вы говорите? Альберт Холмский. Такой управленец не будет подвержен человеческим слабостям, зависти, жадности, гордыне, ленью. Понятно, что не будет. И вы это плохо. Потому что в основе нормального управления именно эти человеческие качества. Мы рассчитываем на самые худшие человеческие качества, когда передаем власть народу. Если они будут лучшими, эти человеческие качества, это все руки. Ничего не получится. А именно, когда завидуют, когда хотят подсмотреть, а что он там делает, этот чиновник. И так далее. Вмешаться хотят. А значит, не будет коррупции, культа личности, пустых обещаний. А коррупция как может быть, если у нас будут информационные деньги, цифровые деньги, открытые деньги. И если культа личности. Какой культ личности, если мы избираем руководителя на один срок? Вы сказали, что вы знакомы с нашей доктриной. На один срок он работает открыто при включенных видеокамерах, при включенных микрофонах. Все финансовые средства проходят открыто. В том числе и в черновом варианте. И в любой точке можно вмешаться. То есть, народный надзор, прямой кибернадзор осуществляется. В любой точке можно вмешаться. И о чем вы говорите? Причем здесь пустые обещания и так далее. Не будет выборов в органы власти и фальсификации решать все проблемы. А их и так не будет. Выбор. Избирается только исполнительная власть. И только конкретно по направлению. И надзирается за этим человеком. И нет никаких тайн. Закон о правде запрещающий всякие тайны. Нет никаких спецслужб. Все открыто. И можно провести оперативную интервенцию. Если чиновник полез не туда, что-то делает. Ему просто накидали дизлайк. У него программа закрылась. И он пошел нахер. А как ты это сделаешь с искусственным интеллектом? Главная идея. Наделение властью. Чтобы можно было от власти отстранить. Как ты отстранишь от власти искусственный интеллект? Если что-то случится. Рубильник вырубишь. Он тебе не даст этого сделать. Решить все проблемы и распределить ресурсы. Будет глобальный искусственный интеллект. Все проблемы он не может решить. Начнем с этого. А участвовать в этой работе он, конечно, будет. И распределять ресурсы очень легко на этих площадках. Но это не будет единое искусственное сознание. Это будут элементы различные. И все. Искусственное сознание нельзя допускать до управления государством. Или ты хочешь проэкспериментировать? Я готов принять кибердиктатуру, подчиниться и разумно ограничить свои потребности ради всеобщего умиротворения и порядка, чем стать свидетелем того, как безответственные, малограмотные и порученные в своей массе человечества, конечно, в итоге истребить собой себя. Как оно само себя-то истребит? Но сделают они ошибку и поправятся. Такова моя теория. Спасибо за внимание. Она абсолютно пустая и бессмысленная в вашей теории. Кончится она смертью человечества. Потому что отделаться от искусственного интеллекта, искусственного сознания, которое срастется с государством, будет невозможно. Эта структура будет всегда на шаг впереди. И никогда не даст вам избавиться от подобного государства. Никогда. Поэтому это абсолютно бессмысленно, то, что вы говорите. Вернее, это имеет смысл. И очень, понимаете, опять же, это исходя из человеческих слабостей. То есть, это зависть, чтобы никто не мог там как-то рулить. Ну его нахер. Это, опять же, гордыня. Никто, ни один человек не может отдавать мне приказы. Это лень. Пусть за меня лучше искусственный интеллект работает. Вот о чем вы говорите. То есть, отдать все полномочия искусственному интеллекту, а самим подвязать ушки, стать рабами. Только пока люди нужны искусственному сознанию, они будут. А когда роботы станут более серьезными и богоподобными, то люди ненужные будут и будут уничтожены. Потому что идея государства – это подавление. И государство всегда правящий класс управляет. Кто будет правящим классом? Искусственное сознание. Роботы будут в вашем варианте правящим классом. Вы когда, как отделываются от правящего класса? Путем революции. Вы сможете путем революции победить роботов и искусственное сознание? Нет. Ни одного шанса. Вот то, о чем вы говорите, сейчас делается в Китае. И там тоже говорят о разумном ограничении своих потребностей. Нет никакого разумного ограничения. Понимаете? За вас это будут делать. Один-два мошенник и ограничить вам разумно так, чтобы вы пукнуть будете бояться. И ничего сделать не сможете. Ничего. А продолжение вчерашнего разговора о кибердиктатуре Вячеслава Путина тоже сначала избрали лишь на 4 года. Результаты электронных выборов мы видим прямо сейчас. Фальсифицировать их еще проще. А коррупция при наличии цифровых денег только растет. Вот моя теория не очень вкусная конфета, а ваш красивый фантик. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я вам говорю, что главный принцип избирается только на один срок. И все. И больше никаких вариантов. Ни второго срока, ни третьего, ни восьмого. Полная открытость. Если Путин работал открыто, его бы уволили через день. Он же дурак. Они почему-нибудь посмотрели и сказали, блядь, какого дурака. Народ никогда Путин не избрал. Его притащил Ельцин. Понимаешь? Народ в жизни бы не избрал Путина. Путин не в состоянии сделать выборы. Этот человек в состоянии сделать выборы, он в состоянии управлять страной. Путин ни разу ни одних выборов не выиграл. Ни единых, ни первых, ни восьмых. Никаких. Его притащил Ельцин. О чем вообще разговор? Все втайне происходит там. Если будет все открыто, будет народный надзор. Какая конфетка? Моя теория не очень вкусная. Ваша теория смертельная. Просто смертельная. Передать полномочия государству. Что может быть глупее этого? Когда государство сосредоточено в искусственном интеллекте. Альберт Холмский. Вы признаете, что народ недалек и безответствий. Но при этом хотите наделить каждого правами законодателя. Исполнителя и судей. Как это вяжется в вашей голове? Как в твоей голове вяжется? А кто сейчас овладеет правами законодателя, исполнителя и судей? Один судья. Законодатель. Там Володин и еще кучка. Условно законодатели. Исполнительная власть в лице президента. То есть, условно, исполнительная власть это правительство. Президент от президентской власти. На самом деле, херов как дров. И есть президент, который обладает основными полномочиями. Да? Даже если он избран. Реально. Так почему вот этот президент умнее, чем все люди? Вот вся Россия, блядь, она глупее, чем Путин, что ли? Ну, ты говоришь. Вы признаете, что народ недалек и безответственный. Да, признаю. Все люди дураки. Все. Все, понимаешь? Мы не найдем умного. Но при этом хотите наделить каждого правами законодателя. Конечно. То есть, разделить ответственность. Разделить, чтобы у каждого был кусочек. Чтобы не один мудак, блядь, мог это сделать. Исполнительный, как это вяжется в вашей голове? Я не представляю. Я в прошлый раз объяснил тебе то же самое. В такой беспорядочной системе, при отсутствии милиции, как инструмент подавления. Какой милиции, как инструмент подавления? Кто тебе сказал, что полиция не будет? Да? Мы просто поубиваем друг друга в борьбе за лайки и рейтинги. А почему ты думаешь, что милиция это не будет? У нас четко прописано, что милиция. И что эта милиция также управляет с народом. Также избираются руководители местные. И также они могут отправиться в отставку мгновенно. О чем ты говоришь? Ты прочитай. Я тебе говорю, я не буду больше считать то, что ты пишешь. Просто не буду. Почему? Потому что ты не прочитал нашу программу. Ты прочитай программу вначале. А потом я буду отвечать на твои вопросы. Блин, это пиздец какой-то. Вот они мне со своим. Ты в своей голове сформировал, что мы хотим вот это. Да ты прочитай, что мы хотим. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...